Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами приготовим шоколадное мороженое из кокосового молока. Для приготовления мороженого нам с вами понадобится 4 столовых ложки сахара, 2 столовых ложки какао, 30 грамм кокосового масла, 500 миллилитров кокосового молока, 50 грамм темного шоколада и 2 банана. Мелко нарежем шоколад. Шоколад я взяла темный или по-другому горький, он не содержит молочных продуктов, поэтому наше мороженое будет без лактозы. Лактоза это белок молока и у некоторых людей бывает непереносимость лактозы. Смешиваем в кастрюле 4 столовых ложки сахара и 2 столовые ложки какао. 200 миллилитров кокосового молока выливаем в миску. Старайтесь, чтобы в основном это были сливки, которые, как правило, находятся сверху, так как мы будем их потом взбивать миксером. Остальные 300 миллилитров молока добавляем к какао с сахаром и хорошо перемешиваем. Сейчас в продаже имеется много растительного молока, но смотрите на состав, чтобы кокосовое молоко было без добавок. Ничего не имею против, многое растительное молоко очень вкусное. Но для приготовления мороженого нам потребуется жирное кокосовое молоко. В состав молока, который я сегодня использую, входит только кокосовая мякоть, вода и эмульгатор. Добавляем кокосовое масло и ставим на огонь. Варим на медленном огне до полного растворения масла. До кипения смесь не доводите. Через какое-то время начнет подниматься пар. Это испаряется вода. Нам она в мороженом не нужна, чтобы не образовывались кристаллики льда в процессе заморозки. Варим смесь около 5-10 минут. Далее снимаем с огня. Добавляем шоколад. И перемешиваем до полного растворения. Пока смесь остывает до комнатной температуры, нарежем банан. Не забывайте перемешивать, чтобы на поверхности не образовывалась пленка. Как только смесь остыла, заливаем ее в блендер. Добавляем 2 банана. И все очень хорошо взбиваем. Помните, мы с вами налили в миску 200 мл молока. Взбиваем их миксером до образования пены. Взбитое молоко добавляем порциями к нашей смеси и перемешиваем. Далее накрываем смесь пленкой и ставим морзильную камеру на 1 час. Прошел час. Перемешиваем смесь венчиком, чтобы разбить кристаллики льда. Снова закрываем пленкой и ставим в морозилку еще на 1 час. Через час снова смесь перемешиваем. Разливаем мороженое по формочкам. Если у вас нет специальных форм для мороженого, вы можете воспользоваться обычными пластиковыми стаканчиками. Или оставить смесь замораживаться в той же емкости. Ставим в морозильную камеру на 5-6 часов. Через 5-6 часов достаем мороженое из морозилки. И перед подачей даем постоять при комнатной температуре 10-15 минут. И вот что у нас получилось. Всем приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok